МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По версии следствия, в 12 марта в ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины 90-го года рождения с множественными колото-резанными ранениями. 13 марта в ходе разбора обгоревшего дома обнаружено тело другого мужчины 2001-го года рождения с многочисленными ранениями, в том числе с повреждением сердца. Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Краснохолмского межрайонного следственного отдела следователем-криминалистом отдела криминалистики Следственного комитета детально проведена осмотр места происшествия, назначено проведение двух медицинских судебных экспертиз. В кратчайшие сроки на высоком профессиональном уровне в тесном взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел следователям Следственного комитета выполнен комплекс следственных действий, позволивший раскрыть особо тяжкое преступление. На высокопрофессиональном уровне в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции следователями Следственного комитета выполнен комплекс следственных действий, позволивший раскрыть особо тяжкое преступление в кратчайшие сроки. По подозрению в совершении преступления задержаны два родственника 2001-го и 1994-го года рождения, жители деревни Добрыни Санковского района. Задержанные сначала отказывались давать показания, но потом сознались в содеянном и написали явку с повинной. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Мотив совершенного убийства устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается. Региональный следственный комитет еще раз предупреждает жителей региона о мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В последнее время случаи, когда мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств и склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств, в нашей области участились. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области предупреждает об участившейся случаях обращения о совершении в отношении граждан мошеннических действий со стороны лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В разговорах с гражданами мошенники, представляясь сотрудниками силовых ведомств, склоняются жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств. Такие действия квалифицируются как мошенничество. Обращаем внимание гражданам. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанное собеседником счета, либо с целью обезопасить сбережение, это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудниками силовых структур, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим. Субтитры создавал DimaTorzok